На мой взгляд, сегодня получилась неплохая игра. Удалось нам навязать будивельнику то, что мы хотели. Вивязки, баскетбол. И мы неплохо поборолись сегодня на кольце. Даже выиграли подбор. Но, к сожалению, очень большое количество потерь в очередной игре похоронило результат для нас положительным. 15 потерь делает на уровне Суперлиги. Это непростительная роскошь против 7 потерь будивельникам. Вот это один ключевой момент, который повлиял на исход сегодняшней игры. Абсолютно однозначно. Ну, достойно бились, сопротивлялись. Даже некоторую часть игры выигрывали, вели в черт. Ряд досадных ошибок в концовке. Считаю, даже сумасшедших попаданий Маклинтона, трёхочковых. Чуть надломили, может, нас. На школу хватило сил в концовке. Програли. Вторую игру подряд, можно сказать. Саша, а вам как игроку, который много лет играл? Уэльник, Игнасик, и соперник, и так далее. Вы вышли в старте пятёрки. А это было бы потому, что вы так хорошо могли понять, тех против, которые вы играли? Не сказал бы. Я потом и кровью добился этого на тренировках. И уже после моего ухода сменилось два тренера. И полностью картинная игра изменилась. Я не думаю, что... У вас соперники, которые против вас выступали, я хорошо попробую. А было легко произведение? Да, ничего, ничего не хуже. Сложнее, чем перед каким-то другим. Одно тоже. По игре в Шумасске очень ужасная первая половина, как вы видели. И сильно проигранный подбор. Очень хороший процент попаданий в черт. Как и трёхочков, как и с ближней дистанции. И мы, честно говоря, просто ужасно сыграли первые две четверти. Во второй половине, после неплохого разговора в раздевалке со звездом, пришлось нам выйти с полной концентрацией и начинать доводить дело до конца. Ну и, как в конце вы видели, лучше плохой выигрыш с не очень хорошим уровнем игры, чем достойное поражение. Лучше иметь 4-0, чем 0-4, как бы да. Коментар, доволен, выиграли. Это мы, это наша команда, это уровень наше, которые из игры и игры повторяются. И, конечно, мы успели на концу справиться и выиграть игру. Поэтому доволен, еще одна два очка, еще одна победа. И это меня, как тренера, удовлетворяет. Я доволен с этим. Не слишком недолго будивальник не ходит в чемпионат? Нормально, имею в ход 4-0. 4-0, а победы не очень уверены, например, в процессе партнер? Но я не вижу, здесь, как это у нас явно преимущество. Я не вижу, что это лево случилось с треновского баскетболиста. Я не вижу, что это огромное преимущество у Лукашев-Шаповщина. Я не вижу у нас, он уфри в отношении налога, как моя семья, Райана Врайт, Олмонт, который лучше был рекордер, чемпион, НБД, 54 очка. Из тех человек попадали на НБД. Я не вижу преимущество какое-то. Есть, БД чемпион, но когда смотрим о людях лицо в лицо, я не вижу, что у нас какое-то преимущество страшно, чтобы мы должны сегодня кого-то убивать. Выиграли, ты супер, я доволен. Вы хотите сказать, что в этом сезоне соперники более сильные, чем в прошлом году в Луке? Просто, что БД намного не так сильный, как в прошлом году, что был. Если сами понимаете фамилии баскетболные, и именно с прошлого года этого года, не надо ничего быть умным, надо просто знать люди, кто, где играл, кто на каком уровне играл, и все понятно.